Пожар в здании начался в районе трех часов дня. По словам пожарных, в здании много блуждающего огня, который перебрасывается из помещения в помещение, что очень сильно усложняет работу. Клубами густого дыма в считанные минуты затянуло близлежащие кварталы. Местным жителям пришлось выйти из домов. По словам очевидцев, крыша здания вспыхнула как факел. Я спал, и вдруг дым повалился, такой черный, детский. Это не то, что деревяшки горят, а мне кажется, какие-то химреаксивы, что-то горит такое, медицинское. Проснулся, пришел, посмотрел. Жалко здание, хорошее здание. Это уже не первый пожар в здании бывшего реального училища. Только в октябре 2016 года дом горел дважды. Прошлой осенью инициативные самарцы разместили на фасаде и окнах аншлаги с информацией о выдающихся людях, которые учились в этом учебном заведении. Например, советский писатель Алексей Толстой и единственный в России лауреат Нобелевской премии по химии Николай Семенов. Также именно здесь было объявлено о создании Самарской губернии. Чтобы потушить памятник архитектуры, пожарные задействовали 12 спецмашин и больше 50 человек. Но огонь буквально гулял по крыше, и очаги возгорания появлялись снова и снова. Здание третьей степени огнестойкости очень, как бы, ну, есть сложности в тушении. Но личным составом применяются все меры по тушению данного пожара. То есть у нас достаточно сил и средств для данного тушения. Здесь пожарные подразделения будут дежурить до того момента, пока полностью не убедимся, что пожар потушен и нет ни одной искорки. Чтобы полностью потушить пламя, пожарным потребовалось больше трех часов. Причины возгорания устанавливаются. Ущерб, который нанес очередной пожар памятнику архитектуры, позже установят эксперты. Лариса Шалафас, Дмитрий Мешканцов, События.